Дорогие друзья, братья и сестры, Слово Божие в Иеремии 33 главе 11 стихом говорит о том, что одним из признаков благословения народа Божия – это голос жениха и голос невесты. Это является признаком радости и веселья. И сегодня в этом Доме молитвы мы собрались вместе для того, чтобы видеть и слышать жениха, невесту, их голос, и также быть свидетелями образования новой христианской семьи, когда члены церкви, брат Василий Силко и также сестра Оленка Должанская дадут друг другу обещание и вступят на новый путь образования христианской семьи. Это их начал. Мы выслушаем хор «Прославит Господа». Песня «Прославит Господа» 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 Присаживайтесь, дорогие братья и сестры, друзья, которые сегодня пришли, чтобы быть свидетелями вот этого важного часа в жизни наших молодых друзей, брата Василия и сестры Оленки. Мы перед тем, как будем давать какие-то наставления, прочитаем из места Священного Писания. Это Псалом 66, второй стих. Вы знаете, очень часто молодые, я вижу, на пригласительных пишут именно этот стих. Здесь написаны такие слова. «Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим». Я бы хотел, знаете, сегодня для вас оставить этот стих как назидание, как пожелание, но обратить внимание, что он состоит из трех частей. Мы с вами видим, они обращаются к Господу и говорят «Будь милостив». Это первое. Второе – благослови нас. И третье – освети нас лицом Твоим. Я думаю, что вы сегодня собрались здесь, пришли в Дом Божий для того, чтобы получить от Господа именно это – милость, благословение и освящение Божие для вашего совместного христианского пути как семьи. И, вы знаете, я хотел обратить внимание первое. Когда обращаются здесь вот люди, да, и они говорят «Будь милостив». Я думаю, каждый из нас прекрасно понимает, что милость – это незаслуженное что-то, да. И мы с вами, вот как вы стоите, члены церкви, я думаю, вы прекрасно понимаете, что мы, Писание говорит, много согрешаем, Яков говорит, все мы много согрешаем. Но вот нам нужна милость. И милость не от кого-то, да, а от Бога. Милость Божия. Знаете, очень важно, мы с вами видим, что вот в Якова, когда мы читаем в 1 главе, в 17 стихе, он говорит такие слова. «Всякое даяние благое и всякий дар совершенный нисходит от Отца Света». Знаете, действительно, все, что можно иметь вот в том, что мы называем милость, это только от Господа. Вот сегодня вы здесь стоите, и, конечно, ну, все так хорошо, такой прекрасный день, и, ну, разве может что-то быть лучше, да. И вы понимаете своим разумом, что это тоже милость Божия. Вы это прекрасно понимаете. Но вы знаете, Писание нам говорит, что в жизни каждого человека, особенно верующего, будут скорби, переживания. Писание говорит, многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие. Да, это различные. И вы обязательно в своей жизни столкнетесь с ситуациями, когда вы совершенно бессильны что-то сделать. Либо это болезнь, либо какие-то обстоятельства, какие-то другие. Вы знаете, на что рассчитывать? На что? Вот только на милость Божию. Вы знаете, псалмопевец говорит, драгоценная милость Божия. Божия – это то, что нету цены на этого. Я бы так хотел, чтобы, знаете, сегодня, когда мы будем взывать к Господу, когда мы будем молиться, чтобы мы действительно искали, просили вот того, чтобы Господь благословил. Вы знаете, мы видим, как Давид, вот очень интересно, да, когда читаешь псалмы, мы находим очень много, как он именно вот ценил это, искал, просил у Бога, да, и он говорит, уповаю, мы читаем 35-й псалм, он говорит, на милость Твою уповаю Божию. И вот здесь мы говорим, Боже, будь милостив к нам. Я, знаете, хотел обратить наше внимание на то, что вот мы видим, знаете, в жизни действительно немало переживаний, я уверен, и среди окружающих людей вы это видите, да, но есть люди и есть семьи, которых, ну, если так можно сказать, которые особо богаты милостью Божией, особо богаты. Вот смотришь, да, и действительно, ну, вот милость Божия сопровождает. Вы знаете, как Давид вот говорит в 22-м псалме, где он начинает, говорит, Господь пастырь мой, и потом он заканчивает и говорит, так, благость, и он дальше говорит, и милость досопровождает меня во все дни жизни моей, да. Вот есть семьи, которых милость Божия сопровождает. Я бы, знаете, хотел обратить наше внимание вот на что. Почему? Почему? Это очень важно для вас. Оказывается, это не происходит вот просто так, да, кому-то больше, кому-то меньше. Псалмопевец Давид в 102-м псалме, он говорит в 11-м стихе, «Милость Господня к боящимся Его». Я вот хотел просто вам такой маленький пример привести. Вы помните Иова, да? И нам вот, когда мы открываем первую главу, первый стих, и нам говорится, что был такой человек и так дальше, да, и написано о том, что вот он был богобоязненный, что он удалялся от зла. И мы с вами видим, хотя много, казалось, переживаний было в жизни этого человека, да, но в конечном итоге сколько милости было явлено ему. Сколько милости, да. Вы знаете, почему? Потому что нам Писание говорит, именно это, да, для них, для тех, которые боятся Господа. Знаете, как важно, чтобы, начиная вот свой жизненный путь, вы как бы поставили перед собой такое, знаете, как вот обещание, да, друг другу и в молитве перед Богом, чтобы напоминать, поощрять к тому, чтобы ходить в страхе Божии. Тогда вы можете рассчитывать именно на милость Божию. Знаете, второе, на что я хотел обратить внимание, кому обещана милость Божия, мы с вами приходим в книгу «Осью», и там в 10 главе, в 12 стихе, говорится такие слова. «Сейте себе в правду, и пожнете милость». «Сейте в правду, и пожнете милость». Вы знаете, есть удивительные слови в Божьем такой закон «сеяние и жатвы». Мы читаем об этом в Галатах 6 главе, 7 стихе, там говорится, «Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, да, пожнет жизнь вечно». Вы знаете, как важно, чтобы вы с первых дней совместно начали сеять. Сеять праведность, правду. Друг перед другом, перед окружающими людьми, перед церковью, да. Вот знаете, как вот важно, чтобы действительно были вот эти, знаете, семена праведности в вашей жизни. Чтобы вы действительно искали духовного, да, сеющий вот в духовное, в дух, да. Написание говорит, для этих людей милость Божия. И вы знаете, еще тоже очень удивительно, в Псалме 17-26 стихе Давид молится Господа, это уже конец его жизни. И он обращается и говорит такие слова, «С милостивым ты поступаешь милостивым». Как я уже говорил, вы будете очень часто нуждаться в милости Божией. Кому она? Тот, кто и сам милостив. Я хотел бы, знаете, чтобы вы опять-таки, как бы настроили свои сердца вот с первого дня, чтобы быть милостивыми людьми друг к другу, к окружающим, чтобы вы творили милость, чтобы вы друг с другом обращались. Очень милости. Вы знаете, это опять-таки незаслуженное что-то. Это значит прощать. Это значит снисходить. Вот если вы хотите для вашей семьи милости от Бога, как важно, чтобы вы друг другу оказывали милость и окружающим людям. Знаете, очень удивительно, мы читаем в Слове Божьем такой пример. В первой книге Царств 24 главе нам описано событие о том, как Саул, царь Израилев, как он преследовал Давида, хотел убить его, знаете, очень много за ним гонялся. И вот настал такой момент, когда Давид оказался в пещере со своими людьми, и Саул заходит, знаете, на улице светло, он в пещеру заходит, сразу не видит людей, не увидел. И там оказался Давид со своими людьми. И он просто отрезал край одежды, и когда Саул вышел, отошел подальше, он стал кричать, позвал его. И когда Саул понял всю эту ситуацию, и он понял, что он находился в руках у Давида. Знаете, очень интересно, мы читаем, именно он как бы говорит, обращаясь уже, когда подошел Давид, и написано, Саул плакал. Он плакал. А почему плакал? И он ему прямо так и сказал, говорит, ты поступил милостиво. Знаете, он понимал, что он заслужил того, что Давид должен был его убить. Но когда он понял, что сделал Давид, его сердце сокрушилось, он просто плакал. Знаете, этот удивительный пример, тогда, когда не по справедливости, не по каким-то принципам или еще что-то, да, а вот просто иметь вот такое милосердие. Знаете, сердце наполненное милостью. Я бы хотел, друзья, чтобы вы помнили это. Здесь мы читаем 66-й Псалом. Такая молитва Божия. Будь милостив к нам. Но Писание нам говорит, кому дается милость. Поэтому помните это. Ищите этого. Поступайте именно таким образом. Вот бойтесь Бога, боящимся, сеющим в правду. Милостивым людям Господь оказывает милость. Это так пригодится вам в вашей жизни. Чтобы ваша семья была та, которая получила бы много-много милости от Бога. Пускай станет так. Пусть вас Господь благословит этим. Знаете, дальше Он говорит, благослови нас. Очень, знаете, интересно. Я думаю, что вот многие люди хотят благословения, ищут. Вот здесь, кто собрались в этом зале, я думаю, без исключения, все хотят вам благословения. Все. Это действительно что-то очень хорошее. И я думаю, знаете, что очень важно нам понять о том, что без этого не сложится ничего. Ничего не сложится. Знаете, есть такой вот очень удивительный псалом. Написал его Соломон. Мудрый человек. И посмотрите, как он говорит в 126-м псалме. Это песнь восхождения Соломона. И он говорит, если Господь не созиждит дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страшно, напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, идите хлеб печали и так дальше. Знаете, сколько раз он в этом псалме повторяет слово напрасно. Оказывается, можно и строить, и работать, и охранять, и рано ложиться, и поздно вставать, и все будет напрасно. Если нет благословения. Так нужно иметь благословение. Я бы хотел сегодня обратить наше внимание или ваше внимание на то, что, вы знаете, Слово Божие нам говорит о том, что вот благословение Господне, да, оно одно. Вот это очень важно, чтобы вы поняли, чтобы вы искали и дорожили этим. Знаете, есть такой удивительный пример, и он отражен, мы находим уже в Новом Завете, когда приходим в послание евреям, 12 глава, и здесь мы читаем 16 стих, такие слова. Исаф за одну снеть отказался от своего первородства, ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Знаете, когда мы смотрим 27 главу «Бытие», и в 38 стихе Исаф обращается к Отцу с такими словами, «Неужели у тебя одно благословение?» Знаете, второго не было. Не было. Я хотел бы, чтобы вы поняли сегодня одну очень важную истину, да, благословение дается первородным. И нам Писание говорит, что вы первородные, члены церкви, избранные Богом, да, Он так и называет нас, что мы первородные. И вам дано право на благословение. Вы его имеете сегодня. Если так можно выразиться авансом, вы его имеете. Но знаете, как важно сжевать его. Помните, да, Иаков и Исаф. Иаков не был первородным. Как он искал это благословение? А Исаф пренебрег. Вы знаете, ищите этого. Действительно, это что-то очень-очень важное. Только Бог может дать. И только одно благословение от Господа. Когда, знаете, мы говорим об этом, я бы хотел обратить ваше внимание о том, что слово благословение в Писании употребляется 420 раз. Но обетования Божии даны, когда мы читаем через все Писание, 1700 обетований в Слове Божии. 1700 обетований. Но что очень удивительно, каждая из них с условием. Ни одного из них нету просто безусловных каких-то обетований. Почему мы об этом говорим? Есть условия для благословения и семейной жизни. Есть то, что мы говорим, духовные благословения, все. Но вы вступаете в брак. Как важно иметь благословение в семейной жизни. И есть определенные условия. Первое, на что я хотел обратить внимание, мы читаем в 15 главе Иоанна, сам Господь Иисус говорит удивительные слова в пятом стихе. Он говорит, я есть виноградная лоза, а вы ветви. И он говорит, если прибудете во мне, и я вас, то принесете много плода. Но как удивительно он заканчивает этот стих. Он говорит, ибо без меня не можете делать ничего. Вы не сможете иметь счастливую семейную жизнь без Бога. Для того, чтобы иметь благословение Божие, вы в первую очередь должны искать Его. Вы росли в христианских семьях, знаете, ваших родителей и так далее. И вот просто представьте себе, как бы чувствовали родители, если бы вы искали или любили родителей только за то, что они вам что-то дают. Это же как-то было бы, знаете, так неуютно в семье, да? А вот как родители любят детей, да, которые просто любят, ищут их как отца, как мать, да? Вот в вашей жизни должно быть искание самого Бога. Не просто от Него, а Его. Господь говорит, если пребудете во Мне, и Я в вас. Вот только тогда. Условия благословения. Он говорит, без Меня не сможете сделать ничего. Поэтому я бы хотел, чтобы вы осознали это. С первых минут вашей совместной жизни мы сейчас будем молиться. Придет сегодня вечер, молиться, вместе, читать, да, искать присутствие Божие. Далее, для благословения семьи есть условия для мужа. Я бы хотел немножко теперь обратиться непосредственно к тебе, брат Василий, и обратить просто внимание на несколько моментов. Апостол Павел в первом послании Коринфина в 11 главе он говорит в 3 стихе такие слова. Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Очень много семей, очень много мужей, но не во всех семьях благословения. И причина, потому что не у всех мужей есть глава над ними. Не у всех. Благословение там, брат, если ты признаешь главенство Христа в своей жизни. Это не просто на словах, а если действительно твоя жизнь будет построена таким образом, чтобы всегда и во всем ты мог поднимать авторитет Бога, Иисуса Христа, Слово Божие, чтобы сам жил таким образом, семью ввел таким образом, чтобы ты действительно показывал в своей жизни, что у тебя есть эта глава. Чтобы ты авторитет не свой утверждал в семье. Чтобы не было такого «Я сказал, по-моему, будет» или еще что-то. Ну, брат, сколько будет счастья, когда во всех обстоятельствах ты будешь все взоры направлять и говорить, вы знаете, Оленька, «Деток вам даст Господь?» И вы будете говорить, ты будешь говорить, брат, а кто я? Есть кто-то надо мной, я обязан выполнить волю его, я должен послушаться его, посоветоваться с ним. Сколько в этом счастья и благословения. Мы читаем в первой книге Царств, когда Господь разговаривает со священником Милием, он говорит такие слова «Я прославлю прославляющих меня». Не твоя забота, чтобы беспокоиться о твоем авторитете в семье, чтобы к тебе относились так, как к мужу, к папе, еще что-то, это не твоя забота. Это будет забота того, кто над тобой. Он прославит прославляющих его. прими это, брат, это условие благословения семьи. Второе, на что я хотел обратить внимание к тебе, обращаясь, это любить. Мы приходим в удивительное место, апостол Павел говорит в нескольких посланиях, но я хотел обратить особое внимание на послание Ефесяна. И здесь он говорит в пятой главе следующие стихи, обращаясь к мужу 25 стиха, такие слова. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя. Я, брат, хотел обратить внимание на одно слово, которое здесь употребляется несколько раз. Чтобы. Сегодня очень многие любят за что? Я ее люблю, потому что она красивая. Ну, конечно. Я люблю ее за то, что она молодая. Конечно. я ее люблю за то, за то, за то, да. Но она не всегда будет молодая. Ну, красивая всегда будет, но молодая не всегда. Но я другое хотел сказать. Слово Божие нам говорит, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил. И он говорит, как он возлюбил. он он их возлюбил, чтобы сделать из них, да, чтобы осветить ее, чтобы представить себе славную, чтобы она была непорочная и святая и так далее. Я бы хотел сказать, брат Василий, что суть любви это жертвенность. вот если ты будешь действительно жертвенно относиться к своей жене, то ты сделаешь то, что сделал Господь для церкви. И он этим показал свою любовь. Я бы даже так сказал, я как-то слышал такое выражение, что огонь любви горит на дровах жертвенности. Только так. Поэтому пускай Господь благословит и даст тебе именно силы в этом. Знаешь, дорогой, мы читаем очень удивительное место, когда мы приходим во второе послание Тимофея, нам говорится о последнем времени и говорится, что в последнее время люди будут очень удивительны, очень удивительны. И мы читаем здесь со второго стиха и нам говорится, что люди будут иметь очень много любви. Очень много. Посмотрите, мы читаем, ибо люди будут самолюбивы, сребра любивы, нелюбящие добра, сласта любивы, небоголюбивы и так далее. Шесть раз употребляется слово любовь, но обратим внимание, любовь кому? К себе, для себя, к деньгам, к наслаждениям, еще еще что-то. Это огромная беда. И люди сегодня называют это любовью. Писание нам говорит, любовь это нечто другое. Любовь это тогда, когда не для себя, а от себя. Почему апостол Павел, когда молится за церкви, и он говорит, благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца да пребудет со всеми вами. Он молит об этом. Любовь Бога Отца заключается в чем? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Не взял, а отдал. Брат, помни это. Если ты хочешь действительно в своей жизни иметь благословение, мы читаем, салмопевец говорит, благослови нас, но есть условия для благословения для мужа. Поэтому, дорогой, пускай действительно Господь благословит тебя в том, чтобы ты понимал и искал именно этого. Я хотел теперь обратиться непосредственно и к тебе тоже, Оленка. И Писание нам говорит, что для благословения семьи есть условия и для жены. И когда мы читаем притчи в 14 главе, то там в первом стихе говорятся такие слова, что мудрая жена устроит дом свой, оказывается так много зависит тоже от жены. И много именно в том, чтобы иметь мудрость. Сегодня так много люди ищут мудрости, читают, посещают какие-то семинары, еще что-то, да, как будто бы вот где-то пытаются что-то найти. И Писание нам говорит, у кого не достает мудрости, да просит у Бога. Мы читаем Иакова первая глава. Но нам Слово Божие говорит удивительное слово, что начало мудрости страх Господен. Мы читаем Ио 28 глава, последний стих, он говорит такие слова. Страх Господен есть премудрость и удаление от зла разум. Страх Господен. Это значит со страхом относиться к тому, что говорит Господь. это подчинение Его Слову. Вот если ты хочешь быть мудрой женой, то ты должна исполнить то, что говорит Господь. Слово Божие дает наставление непосредственно тебе. В этом и есть мудрость. Не чего-то что-то искать, а именно исполнить то, что говорит Слово Божие. Вот очень удивительно, когда мы обращаемся в этой же самой главе Ефесяна в пятой главе, то он говорит с 22 стиха Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Я хотел обратить внимание, вот знаешь, не всегда, конечно, будет Василий прав, когда он что-то будет говорить и ты это где-то будешь понимать или еще что-то, да, и, конечно, ты как человек, ты должна ему подсказать, призвать к чему-то и так далее. Но, знаешь, сестра, послушай, Господь говорит, это так важно, в этом есть глубокая мудрость, подчиняться. Иногда жены говорят, вот из опыта где-то, ну как, ну если он не прав. Я очень часто привожу пример Сара. Нам об этом говорится в первом послании Петра, удивительные слова, да, как она называла его господином, повиновалась ему. Но я хотел обратить внимание вот на что, да, дважды, дважды, Авраам сказал своей жене, скажи, что ты моя сестра. И ее забрали от него дважды. казалось, ну как это может быть, да? Но я хочу сказать здесь одну очень важную весть, Алленька. Бог за нее вступился. Не переживай. Ты выполни всегда свою сторону. В этом есть мудрость. Подчинись мужу и не лишись благословения. Даже если он не прав, Бог все восстановит. и Бог благословит не только тебя, вас благословит как семью. Мы читаем, как удивительно Господь благословил и за Сары и Авраама и не один раз. Я хотел бы, чтобы ты поняла важность этого. Не переступай это никогда. Это проблема. Вот я скажу вам, молодые, реальность такова. Вот Слово Божие нам явно показывает о том, что есть проблема у мужей и есть проблема у жен. Вот у мужей есть проблема продолжать любить свою жену. И потому Писание говорит, любите, это повеление. Женам есть проблема повиноваться. Вначале нет проблем, но дальше вот возьми это себе. В этом будет большое благословение. Еще на что хотелось обратить внимание, это то, что вот Писание нас призывает к тому, чтобы жены были красивые. И сегодня, конечно, ты очень красива и очень интересно мне приходилось как-то слышать даже, когда собирается, проводит какие-то беседы с сестрами, да, то говорят, как жена должна украшать себя, как она должна следить за собою, чтобы нравиться мужу или еще там что-то, да. но Слово Божие говорит, чтобы жены украшали себя особенным образом. Я бы хотел прочитать, посмотри, Слово Божие говорит нам в первом послании Петра, третья глава, следующие слова. Так же и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову, житием жен своих без слов приобретаемы были, когда увидит ваше чистое богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно, пред Богом. Вот что драгоценно пред Богом. Заботься об этом украшении. Будь кроткой, будь молчаливой. Не в плане того, что молчать, да, вот ходить, надуться или еще что-то, нет, да, а в плане кротости. Вот как это действительно очень важно, как Слово Божие подчеркивает в этом действительно очень что-то большое. И вот, знаете, очень удивительно, мы имеем в Слове Божьем тоже такой пример. В первой книге царств нам описано в 25 главе. Вот пример за, или случай за Авигеей, если вы помните это, да, у нее был муж на вал, который очень был грубый, и так поступал как-то нехорошо. И вот Давид послал, он оберегал их них овец и так дальше, и Давид послал попросить помощи, да, у них была стрижка овец, праздник большой, он отказал. И вот, когда жена услыхала, она взяла провизии, сама села, поехала, встретилась с Давидом. Но я на что хотел обратить внимание. Вот, знаешь, сестра, он говорит, она говорит такие слова, когда она стала перед уже непосредственно Давидом, то мы читаем в 24 стихе такие слова, «На мне грех». Мы читаем немножко дальше, она в 28 стихе обращается к Давиду и говорит, «Прости». Когда мы читаем историю, мы ясно понимаем, она ничего не сделала плохого. Ничего, да? И потом Давид обращается к ней и говорит, «Благословен разум твой». Другими словами, он говорит, «Какая мудрая женщина! В чем мудрость? Просить прощения в том, что не виноват? Иногда так. Иногда и так. Вот эта кротость и молчаливость, в этом есть огромная мудрость. Пускай Господь благословит разум твой, чтобы действительно в вашей семье, в вашей жизни было именно так. И последнее, мы читаем в псалмах, в притчах 31 главе и говорится такие слова, «Кто нашел добродетельную жену десятый стих, цена ее выше жемчуга». Будь добрый. Будь добрый. Я иногда привожу пример, знаете, когда Авраам послал своего раба, чтобы он взял невесту для сына своего, Исаака, и он подошел к колодцу и стал ждать, и стал молиться, говорит, «Господи, вот когда выйдет, говорит какая-то девушка, я попрошу, чтобы она дала мне пить, а она, и мы их верблюдам напоет». И мы читаем, удивительно смотрит, ревека идет, он говорит, дай мне напиться. Она говорит, «Господин, пой, я верблюдам напою». Они пришли издалека, история говорит, что было десять верблюдов. Я, знаешь, хотел бы тебе просто как привести маленький факт, один верблюд пьет десять ведер воды. и она говорит, я буду черпать из колодца и напою. А он дальше говорит, а есть ли у вас где переночевать? Она говорит, «Да у нас, говорит, все есть, и место, и солома, и для тебя, и для верблюдов, и для слуг твоих, и так дальше. Я просто хотел, чтобы ты увидела, ты видишь, какая добрая, да? Очень добрая». Вот Писание говорит, кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуга. Она добрая к мужу, она открывает руку свою бедным и так дальше. Сколько благословений, когда жена добрая. Условия для благословения в семейной жизни для жены это мудрость от Бога, которая выражена в подчинении Слову Божию, в повиновении, выражена в том, чтобы быть кроткой, смиренной, чтобы быть доброй. Пускай Господь благословит вас в этом. И последнее, что мы прочитали, третья часть, нам говорится, «Освети нас». Господь в первосвященнической молитве в 17 главе Иоанна молится и в 17 стихе говорит такие слова. «Освети их истинную, слово Твое есть истина». Мы читаем удивительное слово в первом послании Тимофея 4 главе, и там апостол Павел говорит о пище, но он говорит, «Все освящается Словом Божиим и молитвой». Вот ваша семья нуждается в освящении, даже в друг друге. Вот Писание говорит, что муж освящается женою, жена мужем, но потом дальше говорит, «Дети ваши будут святы». Знаете, как важно, чтобы было вот это, что Бог освятил вас, чтобы было освящение. И это происходит благодаря тому, что в доме читается Слово Божие и постоянно люди находятся в молитве перед Богом. Присутствие Божие. Я бы хотел, когда мы встанем на молитву, чтобы вы искали этого, милости Божьей, благословения, и чтобы Бог освятил вас. Поверьте, это все, что вам нужно. Все остальное приложится. Ищите милости Божьей, желайте благословения, поступайте так, чтобы колпак освящения был над вами и над вашей семьей. Соблюдайте условия, Бог будет милостив, Бог благословит и освятит вас. Мы подошли к очень важному моменту. Вы, выслушав эти слова, дадите друг другу обещание. Я хотел бы обратиться вначале к тебе, дорогой брат Василий. в этот ответственный момент. Готов ли ты и желаешь добровольно вступить в брачный союз с сестрой Оленкой, чтобы она стала твоей законной женой? Обещаешь обещаешь перед Богом и всеми нами любить ее, уважать и заботиться о ней? Невзирая на обстоятельства жизни, будешь ли опекать ее, исполняя обязанности мужа по отношению к жене по слову Божию, и не глядя на других, обещаешь ли быть верной ей, пока Господь лишь посредством смерти разлучит вас? Я хотел обратиться теперь также и к тебе, сестра Оленка. Готова ли ты и желаешь ли добровольно вступить в брачный союз с братом Василием, чтобы он стал твоим законным мужем? Обещаешь ли пред Богом и всеми нами любить Его, уважать и повиноваться Ему? Невзирая на обстоятельства жизни, готова ли ты заботиться о Нем и исполнять все обязанности, которые возложил Господь по слову на тебя по отношению к мужу, не глядя на других, будешь ли верной Ему, пока Господь лишь в последствии смерти разлучит вас? Я прочитаю из книги Рух, 1 глава